С Новым Годом! 2018 наступил, сегодня у нас 1 января, и Новый Год, как известно, приносит нам много изменений. Итак, с вами Володя, и сегодня мы с вами поговорим о том, какие изменения будут в Германии в этом году, или какие изменения нам приготовил ли наши политики. Итак, конечно же, изменения наши политики могут принести только финансовой, как говорится, структуре. Ну и, конечно, где-то есть на пользу нам, простым, как говорят в Германии, бюргерам, а где-то и нам не на пользу. Так что, поговорим сегодня немножко о изменениях и что нас ожидает в 2018 году. Кто любит попить пиво, тех я должен разочаровать. Так что, в 2018 году будет поднята цена на пивоварные продукты. Так что, ребята, если вы любите попить пиво, и еще где-то по акции можете купить свой любимый пивасик, так что бегом в магазин и закупайтесь. Ладно, я шучу, конечно, закупаться пивом теперь как бешеным не надо, так что, в каких размерах будет превышаться стоимость пива, еще неизвестно. Но я так думаю, что на один ящик пива пару копеек, как говорится, соберется. Любители пива, для вас в этом году немножко уж такая вот негативная новость. Следующее изменение относится к почтовым услугам. Это пересылка письм, пересылка посылок, ну и все, что связано с почтой. Там тоже будут подниматься цены, так как почтальоны у нас в последнее время тоже бастовали, требуют больше зарплаты. Это, конечно, и, как говорится, можно понять людей. И из-за этого почта, пост или другие фирмы, это ДХЛ, еще как их там называется, они решили в 2018 году постепенно поднимать цены на посылки и на пересылку писем. О каких суммах будет идти речь, неизвестно, но предполагают, что пересылка посылки будет примерно простому бюргеру или жителю будет где-то стоить на 1 евро больше. Так что мы тоже пересылаем часто посылок, так как мы нет-нет продаем через платформу eBay Klein & Saga свои ненужные вещи. И мы тоже пересылаем посылки, и примерно посылка, что пересылать посылку стоит, в зависимости от размеров, от 4.99 и, если сильно большая посылка, то до 10 евро. В зависимости тоже, застрахованная посылка или нет. И вот, скажем, если взять самую низкую цену 4.99, в будущем нас ожидает на 1 евро больше, так что мы будем платить где-то 5.99. Ну, ничего не поделаешь, инфляция идет, и, конечно, цены растут. Главное, чтобы они не забыли нам поднять зарплату простым рабочим. Ну и, конечно, давайте не забудем водителя машины, это касается и меня, там же тоже поднимаются цены. Это страховка и налоговая система. На автомобиль тоже там меняется, и что-то они там намутили конкретно. Ну, это еще идет в обработке, над этим работают. И в этой сфере тоже налог и страховка тоже поднимутся цены. Ну, мне кажется, в зависимости от страховки, страховка старается каждый год поднять цены. Из-за этого я тоже от многих слышу, что каждый год меняют свою страховку на машину, например. И это, как говорится, небольшая новость. Далоги на машину будут меняться, будет какая-то новая система, новая апштукфинг, это по-немецки. Ребята, извиняюсь. Водителям автомобиля придется немножко глубже залезть в карман, чтобы позволить себе кататься на машине. Также ввели новую систему на зимнюю резину. Новая резина выходит с 2017 года. Это вот. И если вас остановят с зимней резины, которая была, скажем, произведена с 2016 года, то вас может ожидать небольшой штраф. Так они захотели. Что-то там изменилось в зимней резине, я не знаю. Но факт в том, что на ваших новых зимних колесах должна быть такая трафаретка. Там нарисована. Я сейчас попробую найти и покажу вам вот здесь. И вот если у вашей зимней резины нет этой трафаретки, то вам придется заплатить небольшой штраф. Так что, ребята, обращайте на это внимание. Как говорится, в Германии. Короче говоря, если, типа, я не знал, я не плачу, такого здесь нету. Есть закон, плати. Ну, давайте я немножко и хорошую новость расскажу. С 2018 года у нас поднимается детское пособие на целых 2 евро про ребенка. 2 евро, не 4 евро. Так что, в месяц мы теперь будем на каждого ребенка получать под 2 евро больше детских пособий. Ну, лучше так, чем никак. Как некоторые мои знакомые всегда говорят, что все равно детское пособие в Германии маленькое. Ну, все же. Сейчас примерно, мне кажется, не буду врать, сколько мне кажется. Ну, все же, 2 евро есть 2 евро, прибавка в семейную кассу. Так что, у нас, например, 2 ребенка, и мы будем в месяц получать на 4 евро больше. Так что, можем уже откладывать 4 евро больше в свою шпаршвань, это копилочку. Так что, вот, одна позитивная новость. Ребята, а у кого-нибудь дома есть 500 евро в одной купюре? Если есть, то уберите подальше. С 2018 года больше не будет 500-очной купюры. Я не знаю, по Европе или вообще, но в Германии точно ее не будет. Или это новость, или новость, не новость. Может, кто-то разочаровался, кто-то нет. Ну, я скажу честно, я в своей жизни держал 500-очную купюру, может быть, раз в 5. Во-первых, 500-очную купюру, если она у вас есть, то не все магазины даже ее берут. Потому что, во многих магазинах висят такие бумажки, и на них стоят, что мы берем только 50, 100 евро и 200. 500-очные купюры мы не берем. Так что, для меня это не такое уж сильное разочарование, то, что не будет 500-очной купюры. Ну, я не знаю, куда это все идет. Многие люди, может быть, скажут, вот, начинается. Они хотят просто убрать деньги. Скоро будут только электронные деньги. Не знаю, не знаю, куда это нас приведет, но я скажу, что я сильно не разочаровался, потому что у меня 500-очные купюры в кошельке не лежат. Я в основном тоже всегда плачу картой, ну, и в редких случаях, может быть, 50 евро у меня в кошельке заваляется. Да, вот, может кто-то разочаровался, может быть, кому-то это тоже, как и меня, почесал просто в одном месте. Я сказал, ну, ладно, была 500-очная купюра, вроде бы она была синенькая, теперь ее не будет. Вот так. Ну, все, ребята, вот это вот на первом пару, как говорится, первые новости изменения в Германии, что у нас изменится в 2018 году. Если будет какая-то еще информация, что какие-то изменения нас ожидают в Германии, обязательно сделаю видео. Если вам видео понравилось, пишите в комментариях, также пишите свои комментарии, свое мнение насчет этих всех изменений, которые я вам только что выложил на стол. Я скажу, что для меня эти изменения сильно большой такой роли не играет. Скажем, может быть и мелочи, но с мелочей всегда начинаются какие-то проблемы. Ну, все же. Так что, ребята, с вами был Володя. Надеюсь, вам было со мной не скучно. Ждем следующих видосов. Ну, и, конечно, с Новым Годом. Надеюсь, сегодня 1 января, ни у кого еще сильно так голова не болит. А может быть, кто-то уже и принял на грудь обезболивающий витаминчик. Ладно, ребята, давайте. Привет с Германией, с вами был Володя. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok